Давно я не рассказывал про свои инвестиции. Люди уже начали беспокоиться, спрашивать, а что с инвестициями, что с акциями. Но сегодня я решил восполнить этот пробел. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, почему я не рассказывал про свои инвестиции? Ну, просто потому, что там ничего особенно интересного не было. Я недавно рассказывал про портфель сына, что я решил докупить ему акции Acadia Pharmaceuticals, которые у него в портфеле, и которые у него больше всего просели. И, кроме того, я рассказывал еще недавно, что я получил дивидендов, там почти 600 тысяч, ну, 650 тысяч за вычетом налогов. Вложил их в компанию Транснефть, вложил их в золото. И что же со всем этим произошло? Давайте посмотрим. Да, и еще я помню, рассказывал про портфель 100 тысяч рублей. Вот сейчас в основном про него, ну, и про то, что я сказал последние мои приобретения. Ну, давайте начнем с портфеля 100 тысяч рублей, который вырос. Сейчас я сегодня зашел в него и, ну, могу показать вам динамику. Что произошло за последнее время? За последнее время, вот, я уже, смотрите, 7 мая последний раз его актуализировал табличку портфель 100 тысяч рублей. Сегодня я ее назад вкачаю туда в Google Диск. Вы ее можете скачать совершенно спокойно, те, кто подписался на сервис портфель 100 тысяч рублей. Вот сегодня, 5 июня, сегодня я ее актуализировал. И я ее постоянно обновляю. Там, кто записался на сервис, может регулярно ее скачивать. Ну, вы видите, что вырос портфель и в рублях, и в долларах. Дело в том, что доллар опустился. Доллар стоил там 75, 75, 75, вы видите, потом 74. И вчера он упал, то есть рубль вырос. Вчера доллар стоил 72, ну, практически 80. Потому что, ну, потому что вот рубль растет, а доллар падает. И эта тенденция просто продолжается. И та инфляция в долларах, которую, так сказать, так долго говорили большевики, она, в общем-то, начала потихонечку идти. Поэтому в долларах вот эта штука, ну, рублевая часть растет. И рубль растет. Соответственно, рублевая часть растет с большим ускорением, чем долларовая. Ну, вот вы видите, что рублевая часть, прибыль в рублях 1,87% всего. А прибыль в долларах на текущий момент 1,66%. Но в долларах прибыль, как вы понимаете, совсем неплохая. В рублях многие скажут, что совсем плохая. Потому что с 15 февраля фактически, вот мы видим, портфель вырос, ну, как бы на 1,87%. Многие скажут, что это очень мало. Ну, вот так как есть. Дело в том, что мы формировали сбалансированный портфель. Я напоминаю, в котором есть и консервативные инструменты, и их практически половина. И уже активные инструменты, которые рискованные, но дают повышенную доходность. И так должно быть. То есть, консервативные инструменты тормозят его развитие, но зато при падении консервативные инструменты не упадут. То есть, все хорошо. И если вам не нравится, что низкая доходность, ну, высокая доходность, это всегда высокий риск. Вот что я могу сказать. Что по поводу акций, давайте смотреть на уже конкретные бумаги. Ну, давайте посмотрим сначала на портфель долларовый. Потому что, ну, мне он особенно нравится. Почему? Потому что в долларовом портфеле там прямо вот вся эта идеология, она реализована в полном объеме. То есть, он повторяет по максимуму индекс S&P 500. Вот. И на первом месте стоит по объемам активов, процентам активов компания Lumen Technologies. Вот здесь мы ее купили. Здесь она выросла. Давайте посмотрим, насколько она выросла. Прибыль в процентах 22%. 22%. Следующая. Hartford Financial Services. Ну, прибыль, мы видим, 31% за это время в долларах. Вот она, прибыль. Вот желтая. Вот сюда она выросла. Пульты групп. Выросла на 23%. Видим, да? Нортон. Нортон Лайфлог. Выросла на 39%. Вообще, просто вот, ну, большинство акций выросло, как всегда. Несколько акций упали, и они тянут все это назад, на самом деле. Как всегда. Sanofi. Фармацевтическая компания французская. Выросла на 11%. Видим, да? Карьер Глобал Корпорейшн. Помню, материалы. Сектор. 22% рост. Очень хорошая компания. Как я и говорил. Почему? Потому что я подбирал ее по параметрам, по табличке. Если вы помните. А если кто не помнит, можете пересмотреть то видео. Оно прямо вот мне совсем-совсем нравится. ОН Семикондактор Корпорейшн. Минус 7.22. Видим, вот оно падение на ОН Семикондактор Корпорейшн. Почему? Не знаю. Потому что Семикондактор это полупроводники. Полупроводников сейчас не хватает. То есть там дикий дефицит. На них должен быть рост на цену. А она почему-то упала. Но не знаю почему. Вот оно падение на 7%. Energy Transfer LP. Это, насколько я понимаю, компания Кэп. Корейская. Вот. Очень хорошая компания. Дала очень хорошие результаты. New World Brands. Тоже рост на 16%. China Life Insurance. На 5% падение. Ну, как обычно. Китайские компании очень непредсказуемые. Ничего страшного. Host Hotels and Resorts. 4,74. Ну, я жду просто начало банкета. Даже не продолжение, а начало. Потому что рост еще даже не начался. Насколько я понимаю. Потому что курортный сезон только начинается. Начинается открываться только-только от коронавируса. Всякие ограничения снимаются. Ford Motor Company. Очень хороший рост. Просто взрывной. Ну, связано с тем, с какими-то электромобилями. Там какие-то у них проекты есть. Viatris. Ну, выкарабкивается из ямы. Так, Energy Transfer. Это не корейская. Вот она, корейская компания. Корейская компания выросла на 9,88. Вот, Energy Transfer. Это транспортировка энергии. Не помню. Вот. Что за компания уже. Да, в общем, не суть важна. Портфель сформирован. И вот принципы не меняются. Ничего пока не докупал. Ничего не ребалансировал. Надо сказать, что по прибыли у нас на первом месте Energy Transfer. 53% на втором месте. Norton Life Lock. Ну, и так далее. Ну, о чем можно сказать? Что можно сказать по поводу формирования портфеля? Ну, я могу сказать, что портфель сформирован достаточно грамотно. И рост хороший. Балансовая стоимость 445, ликвидационная стоимость 530. То есть, он добавил, ну, там, уже близко к 100 долларам. Вот так. Теперь переходим к рублевой части и к защитной части. Защитная часть в долларах у меня вот здесь находится. Вот. Поэтому здесь она у меня исключена. Ну, давайте. Вот она, защитная часть в долларах. Как бы она стоит на месте. Почему она стоит на месте? Да потому что она защитная. Она так и должна стоять. Эту можно вообще не смотреть. ОФКИ и ОП2. Потому что это структурный продукт защиты капитала. Здесь 100% защита капитала. Он рассчитан, напоминаю, на 3 года. И опирается на индекс от Су-Си-Те-Женераль. И сейчас мы на него попытаемся посмотреть чуть позже. FXRV. Это тот самый фонд, который руб 20 стоит. Стоил. И сейчас он стоит руб 25. За одну акцию куплено 8800 акций. И, соответственно, он подрос. Акрон. Насколько я помню, химический сектор у нас. И болтается вокруг той цены, на которой мы его купили. Не вырос. Магнит вырос сильно. Ну, были там вот импульс роста. Когда у нас был импульс роста? 18 мая. Потом, значит, он затух немножечко. И так далее. Что это был за импульс роста? Ну, это очень интересная история. Потому что был опубликован какой-то отчет. Компания Магнит отчиталась. И, значит, там все как-то очень хорошо было. И, а, нет, Магнит как раз, Магнит отчитался. Все хорошо. Это вызвало бешеный рост. Но потом вышла информация, что Магнит понес убытки достаточно большие и так далее. И что вызвало резкое падение. Почему вызвалось это резкое падение? Потому что не разобрались акционеры. И оказалось, что есть одноименное название Магнит. Собственно, акционерное общество, которое производит, собственно, магниты ферритовые для динамиков. И у них там были убытки. И кто-то написал, что вот Магнит понес убытки. Действительно, ало, Магнит, действительно убытки. И, значит, люди вау, в ужасе стали продавать. Не разобрались, что это просто одноименная компания. С таким же именем и с убытками. А торговая сеть Магнит, вот она, значит, росла. Ну, здесь импульс был связан с тем, что Магнит купил сеть Dixie. Вот так. Яндекс. Яндекс у нас вот здесь болтается возле того момента, где мы их купили. Это купил я уже в другом портфеле, в своем личном, который не относится сюда. Я его купил давно, года полтора назад. И здесь вы видите рост. Ну, а сейчас Яндекс пока болтается в районе покупки. Фосагра выросла. Газпромнефть пошла вверх. Начала рост. Вот она. Вот. Здесь мы ее купили. Здесь она пошла в рост. Здесь он у меня в другом портфеле. АО-система упала. Вот это вот у меня в другом портфеле. Она выросла там значительно, на больше, чем на 100%. Здесь пока она упала. Русаква представляет сельское хозяйство, грубо говоря. Производство продуктов выросло. Газпром вырос. И я жду продолжения банкета. АГРА выросла. Тоже производство продуктов. Полиметал выросла. Полиметал производства золота и в основном серебра. Больше серебра, чем золото. Мосбиржа упала. Видим, да? Вот здесь мы ее купили. Она упала. И начала восстанавливаться. Ничего с ней не будет плохого. Новотек. Новотек. Вырос. Насколько я понял. Новоток и вырос. Я не вижу, где он у меня в другом портфеле. НКНХ. Химия, насколько я понимаю. Упала. Смотрим, да? АКРОН. Химия. Болтается. И НКНХ. Химия. Упала. То есть химическая отрасль сейчас не очень хорошо себя чувствует. АЛРОСА. Алмазы России. Ух ты! Они выросли. Как ни странно. Так. Очень долго они падали в прошлом году. У меня в другом портфеле, так сказать, там... А, нет. В структурных продуктах были. Падали они. РУСАЛ. Очень хорошо вырос. Ну, а что вы хотите от РУСАЛ? А РУСАЛ... Все хорошо нынче. Американцы рулят. Вот так. ТАТНЕФТЬ. ТАТНЕФТЬ болтается возле той отметки, где я купил. РУСАЛ, а это в другом портфеле, она у меня сейчас в просадке, в серьезной. ЭТАЛОН группа, по-моему, недвижимость или строительство, но вот в просадочке. И лента. ТАТНЕФТЬ. РИТЕЙЛ в просадочке. Так, ЛУКОИЛа нет. Все. Ну, про портфель мы рассмотрели. Ну, а теперь про те активы, которые я купил в последний раз, в которые я вбухал 500 с лишним тысяч рублей. Очень быстро и резко, не особо долго. Вернее, ну, раздумывая. Но, блин, мне понравилось, что можно купить компанию ТАТНЕФТЬ. Вот сейчас я ее купил. Вы видите, одну акцию за 141 700 рублей. Она у меня до сих пор одна, но при этом она принесла уже прибыль в 8 тысяч рублей. Вот она вот здесь была куплена, здесь выросла. Ну, очень даже неплохой результат. То есть, вот где я ее купил. Ну, где-то вот здесь я ее купил буквально совсем недавно, 23.05. И вот она выросла. Ну, хороший результат. Я надеюсь, роста, ну, дальнейшего продолжения роста вот куда-то сюда. И даже дальше. Почему? Потому что, ну, опять же, экономики восстанавливаются, экономики открываются от пандемии. Будет спрос на нефть. Будут сниматься ограничения, которые ОПЕК ввел добровольно. И вся эта нефть, которая будет дополнительно добываться, она пойдет в трубу. То есть, транснефть должна расти. Транснефть – это очень дорогая компания. Одна акция, вы видите, 141. Но сейчас уже 150 тысяч рублей за одну акцию. Я купил за 141.700. Сейчас она уже 150 тысяч за одну акцию. Дивиденды будут. У транснефти обещано там в районе то ли 10, то ли 11 тысяч рублей на каждую акцию. То есть, хорошая акция. Вполне. Дальше. У меня облигация куплена, которую я не собираюсь продавать. РУС-28. Вот что с ней произошло. В марте месяце она резко грохнулась вниз. Потом также резко выросла. Потом упал, отжался. Короче говоря, упал. Вот. Сейчас она 166.98% к номиналу. Стабильно получаю дивиденды, не дивиденды, а купоны раз в полгода. Из расчета 12,75%, насколько я помню, сотых процента от номинала в долларах. Все хорошо. Никаких при этом налогов платить не надо. Даже на курсовую разницу. Это долларовая штука. Вот. Шикарная. То есть, я продавать ее не собираюсь. Собираюсь до 28-го года держать. Так. Открытие ФКИОП, так сказать, можно не держать. Ну, и так далее. Значит, что еще я купил? Я говорил, FXGD это золото. Вот оно. Оно куплено у меня аж на 75 тысяч было. И упало. Минус 1000 рублей. Вот. В данный момент оно упало. FXGD. Вот оно. Ну, а что касается Акадия Pharmaceuticals. Я ее купил в портфель сына. Я про нее рассказывал. И портфель сына, значит, был минус 1500. Сейчас он уже перевалил в плюс. То есть, 1500 она отработала. Я докупил ему 7 акций на его деньги. Ну, а потом подумал и решил купить себе тоже Акадия Pharmaceuticals. То есть, у меня здесь валялось лишнее, в общем, так сказать, 1000 долларов. И эту 1000 долларов я вложил в Акадия Pharmaceuticals. Соответственно, вот здесь я ее купил. Значит, балансовая стоимость 22.56. Соответственно, у меня 72.76 доллара прибыли. То есть, очень даже неплохо на Акадия Pharmaceuticals. Я немножечко поднимаюсь. Ну, вот такой обзор по акциям из портфелей. Ну, в основном, конечно, я хочу обратить ваше внимание на портфель 100 тысяч рублей. Потому что он сбалансирован. Он очень хорошо сбалансирован. Мне он очень нравится. Вот. И этот портфель, ну, можно повторять буквально. Все остальное повторять, но надо с большой осторожностью. Потому что все риски, которые вы имеете, которые вы берете на себя при покупке ценных бумаг, это ваши риски. Никто вам их не компенсирует. Я вам честно говорю, что я очень сильно рискую, когда я покупаю акции. Потому что я верю, что акции вырастут. Это основано на моей вере и на моих убеждениях. Если вы не верите, что акции вырастут, то, в общем-то, и не покупайте. Чтобы не расстраиваться, не иметь лишний стресс. А стресса в нашей жизни много в последнее время. И меня прямо вообще колотят в последнее время совсем. То есть я читаю новости ужас-ужас-ужас. Оппозицию, значит, там в тюрьму сажают за какие-то репосты. Вообще за что угодно. То есть полное беззаконие творится. Полиция, значит, устраивает. Вообще просто вот начинают так. Кого бы нам посадить? Так, вот этот вот может помешать Единой России занять ключевые места. Поэтому давайте придумаем, за что его посадить. Ну, последнее, значит, событие с Дмитрием Гудковым, которого просто вот там откопали что-то в прошлом. Ну, вот рихнули. Давай попробуем за это посадить там. Ну, вот так вот. И, в общем, это как-то вот меня немножечко вгоняет в тревогу и в стресс. И очень хочется от этого уйти, сбежать куда-то. И сегодня я решил это сделать. За границей пока не получается сбежать. Поэтому сегодня я сейчас буду вытаскивать свой каяк. И я уже договорился с парнем, с которым мы поплывем с ночевкой на каяке по речке. Будем плыть. Плеск весла, тишина, покой. Никто не беспокоит. Будем сражаться только с течением, только с ветками, которые будут попадаться, возможно, на пути. Птицы чирикают, журавли летают. Журавлей у нас много. В прошлый раз я видел даже бобра живого. Вот. То есть вот у нас прямо вот она, недалеко от Москвы, пожалуйста, все это есть. Ну, куда мы поплывем? Докуда доплывем? Дотуда и доплывем. Вообще-то вот так. Надо забыться обо всем вообще. Надо иногда это делать. Ну, вот на такой позитивной ноте хочу закончить. Пишите, как вы уходите от стрессов. Пишите, как вы занимаетесь ценными бумагами. Ну, и просто, чтобы вы знали, что не фондовым рынком единым мы живы. А надо еще и заниматься путешествиями и отдыхать. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Я уплываю.